Посылки будут доходить до адресатов быстрее в несколько раз. В Хабаровске открылся специализированный центр. Снизить нагрузку на почтовые отделения. К этим условиям адаптироваться Почту России заставил спрос на рынки услуг связи. Ежегодно федеральное подразделение обрабатывает около 200 миллионов посылок. Цель – оборудовать в стране как минимум 500 подобных отделений. В Хабаровском крае на сегодня это пятое по счету. В октябре начнут летать наши собственные самолеты. Почта России. Мы приобретаем два самолета совместно с фондом развития Дальнего Востока. Мы собираемся строить почтовый логистический центр в Хабаровске. Там будет комплексное терминальное обслуживание. К концу года мы собираемся запустить поезд из Пекина, который будет полностью прошивать всю Россию до Москвы. Обслуживание одного клиента, как обещают руководители центров, составит максимум две минуты. Соответственно, очереди должны уйти в прошлое. То, что теперь обновки из-за границы, не придется ждать по полтора, а то и три месяца. Петр Жук уже убедился на собственном опыте. За посылками на почту, как за хлебом в магазин. Зависимый от покупок в интернет-магазине молодой человек не перестает удивляться модернизации Почты России. Заказывал наушники. Пришли буквально за 13 дней от момента отправления. Очень доволен, потому что это уже заказ, может быть, четвертый, который приходит очень быстро. Отследить путь доставляемого товара можно через специальное мобильное приложение или на сайте почтовой организации. Рады переменам у Почты России и власти края. Теперь, надеются служащие Министерства связи, жалоб на то, что теряются посылки, станет меньше. Судя по обращениям наших гражданам, это очень важно и очень актуально для нас. Мы очень рады, что на сегодняшний день этот центр удобен. Новый центр появился на улице Волочаевской. Напомним, что в 2015 году в Хабаровске уже переоборудовано два отделения по выдаче и приему посылок по улице Муравьево-Амурского и Ворошилова. Анастасия Крынчук, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения.